друзья всем привет на канале фотограф германии с вами михаил барон и это итоговое видео посвященное нашим двум годам проживания в германии в этом ролике я расскажу о том как прошли эти два года что нам удалось добиться и хотим ли мы вернуться назад в казахстан но обо всем по порядку и так поехали ну и начать наверное следует изучение языка потому что когда вы переезжаете в германию вас естественно отправляет на языковые курсы ну и жить в германии без знаний языка крайне крайне тяжело поэтому я считаю что абсолютно верно что отправляют на языковые курсы я честно говоря очень благодарен тому что эти курсы предоставляются и дают возможность выучить язык это очень очень классно вот и считаю что это самая важная часть почему с этого и начал а когда вы переезжаете в германию когда мы только приехали вместе с женой прошли курс b1 в итоге она получила сертификат b1 мне не хватило буквально пары баллов но это не помешало мне пойти записаться сразу же на курс b2 с курсами b2 была небольшая проблемка об этом я расскажу чуть позже в этом же ролике но если подводить итог моя жена не доучила до конца курс b2 потому что забеременела и родила малыша об этом тоже еще немножко подробнее расскажу но у меня курс заканчивается буквально через месяц ну по всем ощущениям по тому как мы сдаем какие-то пробные тесты и так далее я уверен что я его достаточно успешно сдам но даже если по каким-то причинам что-то не получится на мой взгляд это не страшно главное что у меня уже есть ну достаточно уверенное знание языка я хорошо понимаю людей могу высказать что-то что мне требуется и так далее и тому подобное вот я считаю что мы прошли курсы эти очень удачно и мне они очень сильно помогли по крайней мере в отличие от той истории когда рекомендуют что нужно быстрее выходить на работу мне понравилось именно я всем рекомендую пройти курс вот b2 включительно потому что устаканивается в голове все правила все особенности все особенности формирования предложений все сложности с языком и так далее то есть дальше просто уже на вот эту базу сверху нужно будет нарабатывать побольше слов оттачивать их побольше каких-то выражений ну в общем есть понимание языка и как на нем разговаривать тут я хотел бы сравнить со строительством дома то есть хорошее знание базовых основ языка это фундамент который вам будет необходим и уже наверх это наверх этого фундамента вы будете дальше изучать свой язык и строить строить дальше этот дом и чтобы он не упал у вас должны быть и знаний изначально если вы все эти знания не получили об сразу пошли работать то на мой взгляд учиться будет сложнее да вы скорее всего на работе выучите какие-то базовые фразочки общения еще что-то но не более того и в перспективе позже уже развить свой уровень языка выше чем тот уровень на который вы там достигли на мой взгляд будет гораздо сложнее может быть я ошибаюсь но это мое мнение мне кажется что мы все сделали верно и знание уровня b2 это прям очень круто и нужно буквально каждому я как тоже в роликах рассказывал что я тот человек который не любит сидеть на месте который постоянно что-то учит изучает постоянно поглощает информацию но естественно эти два года не прошли даром мне мало было просто изучение языка мне нужно было разобраться во всех тонкостях того как жизнь устроена как тут что организовано как работать с людьми и так далее для того чтобы быстрее с этим разобраться я прошел еще несколько дополнительных курсов из дополнительного обучения на мой взгляд самым важным оказался курс по налогам и ведению бухгалтерии для частных предпринимателей я думаю что ни для кого не секрет что налоговая система в германии очень и очень сложная и если вы работаете просто в найме то ее тоже хорошо бы знать и понимать но это не так важно но если вы собираетесь открывать бизнес в германии не понимая того как это все устроено вы просто не сможете рассчитать свою прибыль неправильно не сможете правильно поставить цены и все остальное то есть вам жизненно важно разбираться в том как строятся налоги и как это все устроено поэтому честно говоря я очень рад что прошел такой курс и сейчас для меня нет каких-то супер больших секретов в налогах по крайней мере по моей части понятно что я не являюсь налоговым специалистом сейчас стоит будет писать о том что вы тут на налоги учатся там несколько лет и так далее это учатся специалисты которые должны разбираться во всех нюансах разных ситуациях и все остальное я изучал именно то что нужно для моего бизнеса и все что касается бухгалтерии и налогообложения моего бизнеса я детально изучил разобрался понял и даже уже недавно буквально месяц назад сдал сам налоговую декларацию за прошлый год без какой-либо помощи без налоговых консультантов сам все подготовил заполнил и через эльстер отправил сейчас жду результата ну даже если там какие-то недочеты или еще что-то будет я думаю что это не страшно по крайней мере я все детально понимаю откуда что идет куда что считается каким образом и так далее и тому подобное забегая вперед наверняка у кого-то появятся вопросы где проходил такое обучение это не реклама не согласовывали просто чисто от всего сердца делюсь полезной информацией с вами если вдруг кому-то нужно есть в инстаграме аккаунт свое дело точка де они проводят двухмесячные семинары на данный момент именно такие по открытию своего дела по ведению бизнеса я проходил у них обучение сначала перед тем как открывать бизнес у них вообще был небольшой семинар буквально один или два дня не помню уже где обо всем рассказывалось вкратце и это мне позволило открыть бизнес а в этом году я прошел двухмесячный их курс где подробно разбирался не только с открытием бизнеса но и сведением с заполнением отчетности и всем остальным в общем если кому-то это нужно интересует очень рекомендую находите их в инстаграме также оставлю наверное ссылочку в описании к этому ролику если кому-то вдруг нужно ну на мой взгляд это лучшее обучение по налогообложению в германии на русском языке помимо бухгалтерии я решил еще пройти обучение по фотографии да кто-то может сказать зачем тебе это нужно у тебя 20 лет опыта и так далее но это говорят те люди которые никогда регулярно не учатся закончили там какой-нибудь университет и дальше считают что учиться им не нужно фотографии все достаточно быстро меняется есть разные тренды есть разные технологии есть разные нюансы если ты регулярно чем-то не занимаешься то для того чтобы потом войти в колею и быть успешным нужно регулярно проходить обучение я считаю что это нормально я всю жизнь проходил обучение по фотографии регулярно то по одной по другой теме и так далее вот и в данном случае я выбрал обучение у одного очень известного популярного данный момент в москве фотографа павла лепешева кстати кому тоже интересно ссылочку оставлю в описании опять же не реклама кто-то спросит зачем мне это было нужно ну во первых последний год перед переездом был уже активно карантин свадьб было очень мало и я практически год не снимал свадьбы ну там единичные какие-то случаи после этого два года мы вот как переехали живем в германии я пробую здесь снимать какие-то свадьбы но это не очень большое количество и я немножко уже за последний по сути вот если суммировать три года упустил тренды особенности что сейчас модно что не модно как что снимают и так далее поэтому решил что для меня важно пройти обучение и чтобы узнать о всех нынешних модных трендах в свадебной фотографии тут у кого-то наверняка появится вопрос типа какой смысл ты проходил обучение у московского фотографа когда ты живешь в европе тут немножко все по-другому и так далее да есть некоторые особенности нюансы но я говорю не об особенностях съемки свадьбы традициях или еще чем-то для фотографа это не имеет принципиального значения вопрос техники съемки каких-то модных тенденциях и так далее и паша очень много снимает свадьб в европе поэтому он снимает в разных странах европы и прекрасно понимает особенности тенденции которые здесь востребованы помимо этого я также прошел его мастер-класс помимо этого прошел у него прямо специальное обучение по настройке таргетинговой рекламы в инстаграм именно с расчетом а то на то как правильно настраивать эту рекламу в европе и считаю что прошел достаточно успешно сейчас еще дальше этим результатами этого обучения немножко поделюсь они мне уже пригодились но и на этом я не остановился а так как мы уже говорили о том что в германии есть много своих особенностей нюансов и при общении с клиентами и менталитете и во всем остальном я решил что мне нужно еще пройти обучение у специалиста который давно живет в германии и вот сейчас я уже практически заканчиваю курс по наставничеству у виктории орловой это фотограф которая семь лет уже живет в берлине активно снимает сотрудничает с разными отелями брендами и все остальное ссылочку не тоже оставлю в инстаграме вдруг кому будет интересно но по крайней мере мне было очень интересно разобраться в особенностях работы в германии с разными компаниями и вот сейчас мой курс обучения уже подходит концу но уже даже несмотря на то что курс еще не закончился я уже получил результаты а уже получил заказы и так далее считаю что это было прям круто то есть заместо того чтобы терять сейчас много времени на то чтобы разбираться со всем самим хотя я уже потратил почти два года вот чтобы понять все особенности нюансы нужно чуть больше времени поэтому я решил за счет обучения немножко ускорить этот процесс также за это время мы с женой подтвердили наши дипломы при этом ей подтвердили диплом как магистра мне подтвердили диплом именно в статусе инженера инженерная специальность все окей но честно говоря по своим специальностям мы работать так и не планируем как я уже неоднократно говорил своих роликах но мы живем в германии здесь во многих местах нужны какие-то бумажки и подтверждения поэтому мы решили пока есть возможность это сделать вдруг потом пригодится ну и как вы видите эти два года прошли недаром потратили достаточно много времени на изучение не только языка но и всех тех вещей которые нам понадобятся для успешной работы интеграции в германии еще одно большое событие которое произошло в нашей семье у нас появился малыш это мальчик назвали моего ли он ему на данный момент уже три с половиной месяца он нам немножко не дает спать иногда но мы потихоньку привыкаем к новому формату и пытаемся все это активно совмещать честно говоря сложно но потихоньку потихоньку привыкаем именно по этой причине жена бросила курсы b2 не закончив их но я думаю что она их наверстает чуть чуть позже я решил что мне нужно все-таки закончить курс b2 и пытаюсь это совмещать с тем что нужно еще и помогать по дому учиться не только языку а всему тому что я рассказывал выше и даже немножко работа сейчас об этом тоже поговорим на время рождения малыша к нам приезжала мама моей жены она приехала буквально за неделю до родов и потом еще недели две после родов помогала там с малышом и так далее вот за что мы очень очень благодарны ну и надо отметить что за два года в жизни в германии у нас появилось огромное количество друзей и знакомых по всей стране честно говоря вот сейчас я спустя два года оцениваю всю ситуацию и понимаю что у меня каких-то единомышленников которые думают так же как я с кем не интересно было бы пообщаться поговорить на разные темы и все остальное за два года у меня этих знакомых друзей стало в германии больше чем у меня было в казахстане парадокс но факт вот так что в этой части у нас тоже проблем нет и все в общем-то успешно и хорошо чем мы еще занимались германии это время ну вели этот youtube канал то есть я создал этот youtube канал в день когда вы переехали из казахстана в германию сейчас я этот ролик записываю с небольшим опозданием потому что навалилось все и не было просто физически времени ну каналу по сути можно считать чуть больше двух лет и за это время я на канале выпустил 130 роликов и за это время на канале набралось 13 тысяч подписчиков мне кажется очень неплохой результат согласитесь количество просмотров на канале за все время существования канала уже превысило 1 и 6 миллиона просмотров мне страшно даже представить эту цифру это просто мне кажется огромное количество а мы и самые популярные ролики допустим на данный момент сам популярный ролик на канале о разных землях германии набрал уже больше двухсот десяти тысяч просмотров конечно сложный youtube канал назвать каким-то крупным бизнесом ну по крайней мере пока но тем не менее за это время уже удалось раскачать канал что он стабильно приносит но не менее 300 евро в месяц что на мой взгляд тоже как бы такая небольшая неплохая добавочка в будущем к работе то есть за ближайший год я планирую эту сумму увеличить раза в два если получится может быть и в три то есть будет такая хорошая добавка к зарплате будем говорить ну и раз мы перешли на тему работы давайте подробнее на эту тему и поговорим потому что за время существования канала мне кажется что это был самый популярный вопрос на канале вообще когда же вы пойдете работать и постоянный мой ответ на этот вопрос я работаю почти с самого начала то есть свою и пешку я открыла спустя три месяца пребывания в германии и следом обычно идет вопрос почему же вы тогда сидите на пособие ну и постоянный мой ответ в том что когда вы переезжаете в другую страну и вас нет на открытие бизнес каких-то десятков или сотен тысяч евро невозможно с нуля открыть здесь бизнес чтобы он тут же стал успешным и приносил огромное количество клиентов без вложений без знания языка без знания особенности менталитета местных нюансов и все остального открыть быстренько бизнес и быстренько начать зарабатывать в принципе невозможно чаще всего этот вопрос именно в такой формулировке задают люди которые никогда сами не занимались бизнесом и слабо себе представляют что это такое то есть зачастую людей есть какой-то стереотип у них может есть какой-то знакомый или там еще кто-то кого не видели кто занимается предпринимательством и вот он зарабатывает там какие-то неплохие деньги все замечательно но обычно они не знают о том сколько времени понадобилось человеку для того чтобы стартануть бизнес чтобы он уже приносил какой-то адекватный доход ну то есть либо я уже сказал раньше это вариант когда человек вкладывает там десятки и сотни тысяч евро на старте и тогда достаточно быстро можно как-то раскрутиться и получать доход ну а люди которые именно работают в сфере самозанятости такой возможности к сожалению не имеют и если вы видите кого-то успешного кто чего-то добился и открыл бизнес и так далее то скорее всего перед этим предшествовало сколько-то лет становления человека пока он все это дело раскручивал конечно если вы вдруг встречали хотя бы одного человека который переехал в германию за последние один-два года открыл здесь быстренько успешный бизнес скиньте мне пожалуйста его координаты я обязательно с ним свяжусь и хочу записать с ним интервью но я пока таких людей не встречал зачем же я открыл и пешку если она не такая прибыльная как хотелось бы все дело в немецком законодательстве то есть я самого начала не хотел нарушать закон вы все знаете о том что youtube канал который вы сейчас смотрите тоже приносит деньги и любой доход в германии обязательно должен быть учтен нужно отчитаться перед налоговой поэтому чтобы не было каких-то серых схем черной работы или еще что-то чтобы все доходы у меня были прозрачные я сразу еще до открытия и пешки я уведомил об этом джоп-центр джоп-центр мне разрешил и только после этого я уже начал получать доход с ютуба чтобы это все было честно и официально и также мне нужна была возможность совершенно спокойно здесь рекламироваться и предлагать услуги фотографии да на раннем этапе этих заказов было очень очень мало потихоньку их становилось больше где-то я снимал за небольшие деньги где-то мне оплачивали дорогу я приезжал что-то снимал бесплатно либо за какие-то копейки либо еще что-то то есть мне нужно был нужно было наработать опыт именно работы в германии я очень много брал каких-то заказов с разных городов для того чтобы приезжать и пробовать работать с немцами просто за символическую какую-то оплату для того чтобы потренировать язык по крайней мере я со спокойной душой могу рекламироваться могу работать могу принимать заказы и не переживать о том что вдруг когда-то нагрянет налоговая и обложит меня какими-то огромными огромными штрафами то есть в этом плане я совершенно спокойно потому что все сделал как это положено по закону конечно кто-то сейчас по-любому напишет нафиг тебе это предпринимательство это невыгодно фотографам никогда в жизни не заработаешь в германии и все остальное но вообще если мы будем говорить о предпринимательстве в принципе ни одно предпринимательство не дает сразу огромных дивидендов с самого старта ну я по крайней мере вообще не знаю таких примеров чтобы даже вкладывая какие-то достаточно приличные деньги чтобы люди со старта начали зарабатывать много в этом огромное отличие наемной работы и предпринимательства то есть когда ты наемный работник ты пошел на работу тебе сразу уже гарантированно платят какую-то зарплату с первого месяца работы и все окей когда ты предприниматель в любом случае ты на старте будешь получать даже гораздо меньше скорее всего чем работая на какой-то работе но тут вопрос перспективы то есть когда вы работаете наемной работе вам очень сложно вырасти и начать получать какую-то зарплату выше да можно проходить какое-то обучение чуть повышать вам будет у вас будет расти зарплата понемножку не без этого но не радикально то есть сложно рассчитывать на какое-то резкое и значительное увеличение зарплаты в этом плане предпринимательство работает немножко в другом ключе поначалу вы зарабатываете меньше значительно тратите гораздо больше времени то есть на старте затрат временных гораздо больше эффекта гораздо меньше но перспектив от такой работы гораздо больше когда вы играете в долгую и в этом плане как раз таки переезд в германию позволил нам поэкспериментировать поизучать местный менталитет попроводить разные съемки погрузиться в этот процесс достаточно безболезненно и вот сейчас на протяжении двух лет мы уже готовы выходить на какие-то интересные цифры по крайней мере в предпринимательстве я работаю фотографом в Германии то есть я работаю не наемным фотографом а как предприниматель в Германии это важный момент у меня перспектив гораздо больше чем даже если бы я здесь был бы айтишником хотя я айтишник по образованию но идти в эту сферу честно говоря я никогда особо не хотел хотя я с компьютером очень давно буквально больше 33 лет я за компьютером сижу вот заканчивал на программиста но меня этот процесс немножко утомляет и я уже больше 20 лет занимаюсь фотографией как основным видом деятельности и менять это направление пока не хочу честно говоря я не знаю кому бы от этого было хорошо если бы изначально я бы не открывал ИП а пошел бы устроился на какую-нибудь наемную работу но на мой взгляд наемная работа не ускоряет твой процесс интеграции а немножко даже замедляет в плане если у тебя есть какие-то другие цели и перспективы то есть я изначально буквально с первых роликов говорил что я приехал в Германию хочу здесь работать фотографом если бы я устроился на какую-то работу то моя перспектива здесь быстрее внедриться интегрироваться и начать работать фотографом ушла бы гораздо дальше чем это могло бы быть поэтому я думаю что мы все сделали правильно почему я так считаю да потому что мы последние полгода уже практически не получаем пособие от джоп-центра оно очень минимальное потому что как работает схема когда вы открываете ИП вы отчитываете перед джоп-центром раз в полгода и каждый раз я заявляю о каких-то заработанных цифрах которые я планирую заработать из этого мне пересчитывают пособие и его значительно сокращают то есть получается что я вроде как работаю но зарабатываю немногим больше чем я бы зарабатывал на пособие кого-то может это конечно остановило и люди многие наверное так и относятся зачем я буду впахивать если я буду зарабатывать там на 100 200 300 евро больше чем я бы не работал у меня как раз таки подход к этому процессу немножко другой так как мне не столь важно было то есть я не человек который вечно бездельничает и так далее я человек который даже в выходные не отдыхает мои друзья знакомые не идут мне соврать я работаю по моему круглосуточно просто и мне нужно было быстрее понять систему быстрее интегрироваться в германии что понять как же здесь все устроено поэтому я готов был больше работать пускай я не получал сколько-то денег но по крайней мере все открыто и честно я мог спокойно это внедрять делать и каждые полгода с момента открытия я эту сумму увеличил соответственно мне каждый месяц сокращали пособия плюс после того как у нас родился малыш и нам начислили киндергельд нам начислили эльтернгельд эти все суммы вычитаются из пособия и то что мы получаем на данный момент это просто какие-то уже смешные копейки и учитывая что буквально последний месяц почему я мало выпускал роликов и вот этот ролик так затянулся я активно начал работать и выходить уже на нормальный уровень работы мы сейчас активно занимаемся рождественскими съемками о которых сейчас тоже расскажу вам вкратце как у нас что устроено и если все рождественские съемки пройдут по плану как мы того запланировали а оно к тому идет потому что уже большая часть съемок забронирована вот то практически все то пособие которое мы получили за последние несколько месяцев нам придется вернуть в принципе я этого не боюсь и я к этому реально целенаправленно шел и считаю что это пожалуй самый удобный выход способия из всех возможных вариантов сейчас не буду об этом останавливаться подробно иначе этот ролик получится просто километровый думаю в ближайшее время я запишу отдельный ролик где подробно расскажу об особенностях работы как и п как отчитываться жоп-центром как это все считается и почему я считаю что такой способ выхода способия на работу на мой взгляд один из самых удобных и комфортных так что поставьте лайк напишите в комментариях вообще насколько интересно было бы услышать такую информацию вот если будет много комментариев то наверное сделаю такой ролик отдельно но сейчас могу констатировать тот факт что по факту учитывая что эти деньги нам придется уже вернуть последние несколько месяцев мы уже живем без пособия от job-центра ну то есть мы понимаем что мы идем к этому шагу и формально нам это пособие еще платят мы его не тратим оставляем на карточке потому что понимаем что по итогам того что мы сейчас заработаем нам все эти деньги просто нужно будет в конце вернуть вот к чему мы идем ну давайте вернемся непосредственно к той работе которой я сейчас занимаюсь хотя мне все говорили что работа фотографом в германии невозможно здесь невозможно заработать денег здесь это никому не нужно не востребовано и так далее я эти истории слышал буквально с первых роликов и если тогда я спорил и пытался доказать но это все было так споры мои с тем что я надеялся что все это работает а мне заявляли люди которые здесь живут давно что у тебя ничего не получится и здесь это никому не нужно то сейчас я уже могу с уверенностью констатировать что фотография в германии очень востребована и в подтверждение этого у меня сейчас тот факт что у нас активно бронируются рождественские съемки то есть мы нашли подход нашли особенности как чего я изначально говорил что в германии очень большая проблема со студиями и допустим на тоже рождество практически никто не оформляет студии буквально единичные варианты и так себе непонятно как большая проблема со студиями плюс фотографиями огромная проблема в германии из-за того что допустим даже те объявления которые я сейчас вижу в том же инстаграме или еще где-то то что предлагают фотографы это предлагается вариант там какой-нибудь 20-30 минут на съемке в течение которого вы получите там 3-5 фотографий ну и фончики на которых это все снимается но оставляют желать лучшего стоимость такой съемки по объявлениям то что я вижу это где-то в районе там 70 100 120 евро так вот 3-5 фотографий за среднем те же 100 евро ну на мой взгляд это капец как дорого поэтому что решили сделать мы мы подошли к этому процессу так как раньше работали в казахстане и с небольшими изменениями начали его внедрять то есть что мы сделали пока у нас нет своей студии потому что свою студию мы все хотим открывать в большом городе мы пошли таким путем мы закупили специальные фона на которых можно делать рождественские съемки то есть тематические фона помимо этих фонов мы докупили огромное количество разных аксессуаров подарков деда морозов гирляндочки и все остальное и сформировали три фото зоны сейчас вы можете видеть себя на экранах то есть у нас будет вот такие три фото зоны эти фото зоны полностью разборные то есть все это упаковывается у нас машину то есть мы все это собираем едем в определенный город там на выходные арендуем студию расставляем все это дело снимаем два дня после этого все складываем и увозим мало того что мы подготовили сами мы еще закупили одежду для фотосессии потому что это огромная проблема для каждой семьи когда люди готовятся к съемке мне очень часто прилетают сообщения о том что люди хотели бы заказать съемку но у них проблема с тем чтобы найти одежду это сложно да можно сказать что что там в германии можно все заказать все онлайном все очень просто и быстро и проблем с этим нет но но когда вы заказываете просто какую-то одежду себе на повседневку это одно когда вы готовите к фотосессии вы хотите чтобы это как-то красиво стильно выглядело если мы говорим о рождественских съемках то самый популярный такой вариант что нужно какие-то новогодние кофты и мы остановились на варианте что нужно подготовить кофты мы заказали специально красные кофты с таким интересным принтом чтобы он был не оляпистым каким-то сильно ярким а все выглядело стильно и гармонично и заказали таких восемь размеров для того чтобы можно было одеть всю семью то есть чтобы все были в одной одежде это выглядит стильно это красиво и за счет этого всегда получаются хорошие фотографии у нас эта тема была отработана в казахстане еще до переезда мы предлагали такую услугу и за счет того что мы закупили 8 разных размеров начиная от годовалого ребенка заканчивая 2x l размером любая семья когда приходит есть обычно там побольше папа чуть чуть поменьше мама и потом дети еще так поменьше 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 поэтому даже если приходит семья не с одним а с двумя или с тремя детьми или там еще какая-нибудь приходит вместе бабушка или там сестра чья-то или еще кто-то из родственников то есть даже большая семья там в 5-6 человек всегда получалось так что абсолютно на всю семью можно одеть кофты за счет разных размеров и вот мы заказали один вариант красные кофты и второй вариант такой более классический белые вязаные кофты тоже на всю семью тоже их 8 вариантов и буквально от годика и до 2x l подходят всем такого предложения в германии я точно нигде не видел это мы у себя внедряли при том что даже в казахстане есть какая-то аренда каких-то платьев еще что-то в германии тоже есть аренда каких-то платьев но вот так чтобы на новогоднюю фотосессию прийти и можно было всей семьей одеться в какие-то стилизованную одежду я такого предложения ни в казахстане ни в германии не встречал на мой взгляд это супер удобно когда ты приходишь и не нужно сильно заморачиваться там мы взяли только кофты под них очень классно будет смотреться если вы возьмете джинсы во-первых это не очень гигиенично во-вторых очень сложно каждому подобрать размеров джинс гораздо больше чем размеров кофт ну и думаю сдавать в аренду джинсы смысла не имеет потому что джинсы есть у каждого сто процентов поэтому мы предложили такой вариант что вы берете с собой джинсы мы вам предоставляем кофты вы можете все это одеть и пофотографироваться да никто не исключает варианта того что люди могут прийти в какой-то своей одежде тоже пофотографироваться а вариант с кофтой может быть просто дополнительным в итоге мы сформировали такое предложение что любая семья может прийти на фотосессию мы предлагаем 3 разных фото зоны представляем одежду и фотографируем не привязываемся к количеству фотографий что вы там платите за 2, за 3, за 5 фоток мы считаем только время то есть у нас есть два варианта либо вы заказываете фотосессию на 30 минут либо заказываете эту фотосессию на час зависит как правило от того сколько вы хотите получить фотографии и сколько у вас человек потому что понятно что когда у вас 1, 2, 3 человека можно спокойно успеть пофотографировать за 30 минут если у вас людей больше как правило очень сложно но если еще четверых там поснимать можно успеть за 30 минут то если у вас там 5-6 человек то есть там вся семья с бабушками с дедушками может быть то успеть сделать всем и портретики и совместные фотографии и так далее за полчаса физически невозможно либо вариант когда у вас там несколько детей и так далее но ты не успеваешь с каждым ребенком поработать поэтому мы сделали два варианта 30 минут и полчаса в итоге опять же за те же 30 минут вы получите гарантированно больше 25 готовых обработанных фотографий а за часовую фотосессию гарантировано больше 50 тут тоже небольшое отличие то что мы предлагаем от того что предлагается в Германии и я не раз слышал жалобы на эту тему когда есть какая-то стоимость фотосессии вот буквально вчера мне кто-то писал что в прошлом году заказывали фотосессию и остались разочарованы я спрашиваю почему они говорят мы пришли сказали что фотосессия 150 евро мы заплатили 150 евро в итоге получили 5 фоток а нам сказали каждую последующую докупай ну получилось вроде достаточно много хороших фотографий но мы выбрали из них еще десяток то есть получилось около 15 и за все про все мы в итоге отдали 350 евро ну на мой взгляд это достаточно дорого в нашем варианте мы не предлагаем что-то дополнительно выбирать не берем каких-то дополнительных оплат то есть все что происходит в рамках 30-минутной или часовой фотосессии все это перебирается убираются лишние дубли понятно что поймать там какие-то эмоции детей я щелкаю больше и вам не нужно там 10 тысяч одинаковых фотографий вот плюс убирается технический брак то есть там где отвернулись там где некрасиво там где может быть вспышка не щелкнула либо еще какие-то нюансы а все хорошие фотографии мы отдаем ну вот из практики за полчасовую фотосессию получается 100% больше 25 фотографий насколько больше сильно зависит уже от непосредственно самих детей от модели от семьи насколько больше получается чем 25 или 50 соответственно вот но то что не меньше это точно и никаких дополнительных оплат за то что получилось больше фотографий мы не берем то есть все что будет хорошее мы все в общем-то обрабатываем и отдаем я вообще не понимаю людей когда фотографы бывают так что пишут есть стоимость фотосессии плюс доплатите за аренду студии плюс доплатите за какие-то фотографии плюс доплатите за кого-то дополнительного человека или еще чего-то мне не ясен такой подход я у себя по крайней мере в Казахстане до переезда активно с этим боролся и пришел к варианту что мы работаем из позиции все включено то есть мы никогда не берем каких-то дополнительных оплат за аренду студии за аренду одежды за кого дополнительного человека или еще что-то считается только время работы фотографа и исходя из этого мы сделали два пакеток я уже сказал 30 минутная съемка стоит 149 евро часовая съемка стоит 249 евро ну и решили еще одну боль многие жалуются на то что фотографии эти приходится долго ждать и так как многие хотят сделать какие-то подарки бабушкам дедушкам просто распечатать большую фотографию повесить дома либо даже просто выставить в социальных сетях то когда люди пришли на новогоднюю фотосессию а готовые фотографии получили где-нибудь в январе ну части людей эти фотографии уже просто физически не нужны поэтому опять же мы внедряем все свои методы работы и готовые фотографии у нас все получают максимум в течение 5 дней ну и так как у меня много подписчиков из разных городов и так далее мы решили делать эти съемки не просто в одном городе у себя где мы находимся а в разные даты провести съемки в разных городах и сейчас вы себя на экране видите наш такой график гастролей будем говорить то есть 4-5 ноября то есть уже на этой неделе мы будем проводить съемки в Берлине потом 11-12 во Франкфурте 18-19 в Дюссельдорфе 25-26 в Гамбурге и 3 декабря будем проводить съемки в Регенсбурге так вот с чего я начал и почему у меня такая уверенность что все хорошо работает потому что мы это уже рекламируем в течение последних дней десяти и несмотря на то что для части съемок остался почти месяц у нас практически все выходные уже заняты рекламу мы делали только в Инстаграме кстати напишите может быть кто-то из вас видел нашу рекламу в Инстаграме из этих городов напишите в комментариях будет очень любопытно видели вы ее или нет потому что она была не только среди тех людей которые на меня подписан но и в принципе по городу мы эту рекламу гоняли вот и осталось очень мало мест но тем не менее в течение этой недели я думаю что еще можно успеть записаться если кому-то из вас это интересно кто-то хотел бы провести вот такую семейную фотосессию для своих детей сделать какие-то семейные фотографии отдельно детишки пофотографировать и так далее можете еще написать я думаю что до конца недели еще можно будет успеть забронировать фотосессию так что если кому интересно будет пишите мне в Инстаграм Инстаграм видите сейчас на экране либо по ссылочке в описании либо в первом комментарии наверное также добавлю так что обращайтесь и я вам подскажу какие свободные термины у нас остались и на какой день можно еще успеть записаться так что глядя на то сколько у нас съемок забронировано я уверен что у нас все получится да кто-то думает что работа фотографа это что-то сезонное вот допустим сейчас с рождественскими фотосъемками все окей а дальше что вы будете делать но я уже пробовал проводить разные виды съемок я снимал и свадьбы и какие-то школьные фотографии и для рекламы и для Инстаграма и интерьерные съемки все остальное я попробовал разные виды съемок которые я экспериментировал которые я снимал у себя в Караганде до переезда и могу сказать что такая же проблема с сервисом которую я описал только что про рождественские фотосессии существуют и во всех видах съемок и в принципе все это можно предлагать и на все это есть достаточно высокий спрос и по сути практически нет конкуренции именно в плане когда ты даешь хороший сервис да я не скажу что немецкие фотографы снимают плохо они снимают неплохо фотографии плюс-минус похожие но вопрос именно подхода и сервиса то есть зачастую все основные проблемы немецких фотографов в том что с ними тяжело договориться в плане каких-то даты времени потому что я не раз встречал фотографов или даже фотостудии которые закрыты выходные как так как может быть закрыты выходные когда это основные рабочие дни фотографа потому что люди свободны ну вот люди вот так подходят также большая проблема с тем что нужно вот выбрать какое-то количество фотографий эти фотографии долго нужно ждать пока их скинут хотя бы на выбор потом пока обработают плюс это стоит приличных денег да может быть у кого-то такой подход но я уже много лет говорил о том что у меня немножко другой подход мы у себя этот подход поменяли и здесь я думаю что тоже этот подход можно будет поменять тут много споров на эту тему вечно что что ты лезешь со своими правилами здесь устроено по-другому вот сейчас я уже с уверенностью могу сказать что большинство людей которые хотели бы заказать фотосессию они недовольны тем сервисом и тем форматом и подходом которые предлагают местные фотографы но каждый человек в отдельности поменять это в принципе не может не может перебить фотографа что нужно по-другому потому что всех подход такой ну вот я вот так делаю не хотите ну и не надо а мы всегда ориентировались на клиентов поэтому будем исходить из позиции как удобнее клиентам и будем дальше предлагать разные виды услуг под разных к разные категории и так далее сейчас я уже раньше я когда приехал только думал о том что вот так надо бы я не знал пойдет или не пойдет то сейчас я уже уверен что это идет да пришлось адаптировать какие-то моменты да по-другому писать какие-то сообщения да есть нюансы в которых это все отличается сейчас не буду на этом заострять внимание но принципиально фотография людям нужна и люди готовы платить за нее достаточно большие деньги а учитывая что мы предлагаем даже эти же услуги с более высоким сервисом и за меньшую сумму поэтому думаю что с количеством заказов здесь проблем в принципе не будет еще одно преимущество того что мы находимся в Германии мы не обязательно должны быть привязаны к определенному городу то есть да мы сейчас хотим переехать в больший город об этом сейчас еще скажу но в принципе мы можем работать не только в рамках одного города или всей Германии можем работать по всей Европе и даже у меня уже был такой прецедент когда я летал на съемку на Пальма-де-Майорку буквально на один день но тем не менее мне оплатили перелет и так далее то есть в принципе мы можем работать по всей Европе я так и думаю что если допустим на те же семейные фотосессии по Европе особо не покатаешься это будет невыгодно то по крайней мере на свадебные съемки я запросто могу летать по всей Европе без каких-либо ограничений а также мы можем проводить какие-то интересные фото проекты в разных странах то есть у нас уже есть наметки для съемок в Италии на Кома в Венеции в Нидерландах среди тюльпанов в Париже с Лавандой и так далее то есть идей у нас очень много где можно проводить прям фотопроекты то есть так же как мы сейчас я только что рассказал приезжаем и снимаем новогодние фотосессии там на два дня также можем приезжать и снимать съемки в других странах это тоже все возможно и это достаточно выгодно так что спешу разочаровать хейтеров которые два года мне писали в комментариях о том что фотография здесь не нужна мне ничего не получится и иди работать куда-нибудь ищи работу что занимаешься всякой фигней вот в общем-то мы достигли того шага когда я с помощью фотографий в Германии и в Европе могу зарабатывать гораздо больше чем на наемной работе и как я говорил идти куда-то устраиваться я не планирую а планирую дальше развивать это направление и перспектив как я уже сказал здесь очень и очень много но давайте пойдем дальше я уже не раз говорил о том что нам нужен большой город и что мы собираемся переезжать кто-то может даже вспомнить что год назад я рассказывал о том что мы планируем переехать в Гамбург нам очень нравится Гамбург мы хотим туда переехать и мы даже планировали в начале этого года это сделать но что-то пошло не так давайте расскажу что нам помешало значит еще год назад мы запланировали то что мы пойдем на курсы курсы B2 которые у нас стартовали в октябре прошлого года и они у нас должны были закончиться в апреле этого года мы на них пошли и думали что после того как мы закончим курсы мы спокойненько уже будем более-менее знать язык и будем переезжать в Гамбург нам помешало две вещи первый фактор который на это повлиял это сами курсы в плане того что у нас случился форс-мажор ну как форс-мажор мы два месяца прозанимались практически до нового года на курсах и нам очень не повезло с преподавателем я в общем не буду сейчас подробненько рассказывать о всех подробностях этого конфликта что и как произошло я думаю что через месяц я уже закончу другие курсы и сделаю отдельный ролик про курсы B2 там я чуть подробнее расскажу наверное про то что случилось но так забегая вперед скажу что у нас был конфликт с преподавателем преподаватель был ужасный учил очень плохо а я человек такой который либо предпочитает учиться либо нужно этот вопрос решать то есть просто ходить и протирать штаны это не мой вариант то есть мне настолько жалко времени что я лучше буду заниматься чем-то другим и вот у нас был преподаватель который нас толком ничему не учил на эту тему мы с ним не раз конфликтовали и в общем-то в какой-то момент все дошло до того что мы просто плюнули и ушли из школы то есть мы решили что так дальше не пойдет и нужно что-то с этим делать мы поставили в известный джоб-центр с ними тоже там была небольшая заморочка они были немножко в шоке от того что мы так поступили но нас вызвали на собеседование мы поговорили с нашим императором объяснили всю ситуацию он вошел в наше положение и сказал окей что вы хотите делать дальше я говорю мы хотим учиться но только не у этого преподавателя и соответственно не в этой школе нам нужен другой вариант он сказал окей хорошо ищите вариант и в общем совместными усилиями мы искали варианты они там какие-то варианты пытались найти единственный момент что курсов B2 не так много как курсов B1 и не получилось так быстренько перепрыгнуть плюс невозможно было вклиниться уже в существующую группу то есть мы думали что можно будет найти какую-то другую школу и уже туда прийти которая занимается там месяц-два то есть мы же уже прошли часть занятий окей как бы мы готовы там в середину процесса вклиниться тем более что так было на курсах B1 то есть когда мы занимались B1 так как там курс разбит на A1, A2 и B1 к нам подключались определенные люди на разных этапах я думал что в B2 тоже так можно сделать но оказалось нет в B2 курс идет цельный и добавиться в какую-то группу в середине обучения невозможно поэтому нужно начинать заново а соответственно нужно было искать школу или группу и записываться в нее с самого начала ну вот из-за этого момента мы потеряли немножко времени потому что ну по факту пока мы разобрались со школой это была середина января а новую группу мы нашли только где-то с середины июня то есть вот 4 месяца 5 даже мы потратили на то чтобы найти новую школу казалось это не очень просто но тем не менее удалось нашли новую школу и вот сейчас я занимаюсь как я уже сказал на курсе B2 мне очень нравится учиться мне очень нравится наш преподаватель очень нравится наша группа и все что нам дают я считаю что это максимально полезно и классно и пригодится в жизни то есть я тоже много слышал истории о том что курсы бесполезны не нужно толком на них никакого и так далее вот сейчас я уже на основе своего опыта могу сказать что все зависит от преподавателя если мы берем нашего того преподавателя от которого мы ушли то да после его обучения наверное ничего бы результата толком бы не было я тоже пришел бы к выводу разочаровался что обучение в Германии курсы нафиг не нужны толку от них никакого может быть у вас была подобная ситуация и вы тоже сторонник такого мнения кстати напишите в комментариях посмотрим насколько люди довольны интеграционными курсами но сейчас так как мы уже поучились почти заканчиваем курс b2 с нормальным преподавателем который относится к нам к взрослым людям не выносит нам мозги по каким-то мелочам и реального человека цель чтобы мы не стрессовали чтобы мы учили чтобы нам было комфортно и был результат то есть достаточно редко встречаешь преподавателей которые не ради того чтобы что-то рассказать и там заработать свои деньги которые реально думают о том чтобы у нас получилось интегрироваться в Германии а не ради того чтобы мы просто сдали экзамен то есть у нас нет вот этого сейчас штудирования бесконечных тестов да мы выполняем задания чтобы подготовиться но у нас нет такого чтобы мы там каждую неделю проводили пробный тест для того чтобы мы были готовы к экзамену и так далее у нас это было как раз таки у предыдущего преподавателя что там была вся цель что мы должны сдать экзамен а как мы будем знать язык не знать вообще пофиг то здесь мы не делаем таких тестов мы идем все по книжке нам дают какие-то дополнительные занятия задания для того чтобы мы реально научились пользоваться языком в реальной жизни и вот это очень круто вот именно по этой причине я сказал в начале мне честно говоря даже до лампочки получится в итоге сдать экзамен B2 или нет потому что мы уже работаем уже работаем с немецкими клиентами я уже перестал дергаться и переживать я спокойно приезжаю когда у меня немецкий заказчик и решаю все вопросы с ним на месте я могу провести съемку час-два на немецком языке поставить людей в нужные позы все организовать все подвинуть все поставить мне неважно даже это будет пара просто свадебная семейная съемка либо вот недавно снимал корпоративные мероприятия там тренинги или еще что-то какие-то общие фотографии сделать с немцами на 30-40 человек это тоже не составляет проблемы для меня вот то есть для меня важно что я понимаю язык могу изъясниться на нем чтобы поняли меня что мне нужно от них и в этом плане то что нам преподаватель дает больше информации для того чтобы мы использовали в жизни а не ради экзамена поэтому я к экзамену отношусь так что ну будет у меня сертификат B2 будет хорошо что-то не получится и вдруг я где-то там под формат экзамена не подойду и мне там где-то недоначислят каких-то баллов ну и ладно самое главное что уже есть результат и самое главное что я уже могу работать с людьми на немецком языке это не составляет у меня каких-то проблем и паники потому что год назад когда у меня были заказы на немецком у меня была просто катастрофическая память паника мне было страшно что я что-то не пойму меня попросят я не могу объяснить не могу сказать не могу сделать я могу сфоткать но блин мне же нужно еще как-то работать с людьми работа с фотографом предполагает работу с людьми я же там не просто предметы снимаю мне же надо как-то коммуницировать и вот в прошлом году это вызывало огромный стресс сейчас я уже на расслабоне просто приезжаю и работаю ну и давайте вернемся назад к переезду опять меня немножко занесло из-за того что у нас оборвались курсы а все-таки хотелось немецкий немножко доучить потому что как я уже сказал выше B1 слабоват для работы полноценной вот поэтому нам пришлось здесь остаться плюс наложился второй фактор это рождение малыша то есть когда мы еще изначально планировали переезд малыша в планах еще не было вот потом он в планах появился ну и соответственно мы решили что за 3 месяца до рождения ребенка переезжать в другой город ну наверное неразумно учитывая все особенности жизни в Германии что с документами все не так быстро и мы переживали что если мы сейчас даже окей найдем там какое-то жилье и переедем это даже не самое страшное то вопрос там найти потом врача успеть найти то есть я уже не раз говорил что найти врача вроде как не сложно но когда ты это делаешь чуть запасом и все окей а тут переехать буквально там опять же пока мы получим прописку пока мы где-то запишемся пока получим какие-то документы пока найдем врача еще что-то то есть это все усложняло плюс понятное дело что когда жена беременна она еще больше переживает плюс ей сложно что-то где-то носить таскать и так далее понятно что тяжелые вещи я сам все перенесу но в то же время нужно дома где-то убраться где-то почистить где-то помыть где-то расставить и все остальное и когда ты находишься на 7-8 месяце беременности ну тебе как бы не до этого поэтому мы сложили эти два фактора решили что все что не делается все к лучшему и лучше мы чуть-чуть дольше побудем здесь я закончу курсы жена как раз родит малыша малыш немножко подрастет так чтобы он был не совсем маленький и после этого мы уже будем планировать переезд в Гамбург поэтому решили что все что не делается все к лучшему и как раз сейчас у меня заканчиваются курсы б-2 наш малыш уже родился и даже немножко подрос и окреп с ним уже стало чуть проще чем в первые месяцы вот и после нового года соответственно мы планируем уже сейчас я начинаю искать жилье как только мы его найдем мы переедем поэтому я думаю что за весну по крайней мере мы уже сто процентов переедем в Гамбург и будем там активно работать ну естественно всю эту информацию я буду также рассказывать и показывать здесь на канале как мы будем в нынешних условиях искать жилье как будем переезжать как будем оформлять документы и так далее поэтому подпишись если раньше этого не сделали ну а давайте я еще расскажу что мы еще успели сделать за эти два года жизни в Германии на последний пункт я поставил путешествие да это наверное последний пункт в плане важности интеграции в новой стране это не так страшно но пожалуй это один из самых важных факторов ради чего мы соответственно переезжали в Европу в принципе но опускаем сейчас вариант что нам в принципе нравится Германия жизнь здесь менталитет и мы хотели сменить страну вот это понятно также помимо этого мы обожаем путешествовать и я допустим не вижу своей жизни без путешествий то есть мне сложно понять людей которые всю жизнь живут в одном городе никуда не выезжают максимум куда-нибудь в отпуск раз в год куда-нибудь на море мне непонятны такие люди также и очень часто слышу в комментариях и так в разговорах что в Германии скучно и так далее и когда начинаешь разговаривать с этими людьми почему скучно выясняется что большинство из этих людей никак не развлекаются ну то есть у людей просто не хватает кто-то говорит времени кто-то говорит сходить некуда еще Германия большая по ней можно ездить и достаточно быстро то есть легко можно поехать в какие-то достопримечательности посмотреть посмотреть какие-то интересные места музеи еще что-то просто выехав из своего города доехав до соседних городов за 1 2 3 часа и съездить куда-то на выходные допустим вообще в Германии не проблема а тем более что можно даже съездить не только по Германии в ближайшие страны тоже можно съездить просто на выходные в общем я думаю вы поняли что для нас путешествие имеет важное значение и мы естественно этой возможности никогда не пренебрегали даже находясь на пособия находили способы как можно путешествовать мы проехали практически всю Германию то есть мы посетили 15 из 16 федеральных земель посетили на данный момент что-то я считал недавно порядка сотни разных городов конечно в прошлом году нам очень сильно помог для путешествий билет за 9 евро в этом году он стоит 49 евро то есть запросто покупая его мы могли путешествовать по всей Германии не тратя много денег на бензин на проезд в принципе без него наверное было бы гораздо сложнее но с помощью него можно очень много ездить и в итоге мы вот так проехали очень много городов куда-то мы ездили просто на выходные в какие-то города мы ездили на один день мне очень часто говорят как вы успеваете вы же на пособии вы же на учебе так самое интересное что мы учебу даже не пропускали то есть спокойненько можно в пятницу после учебы учеба до обеда после обеда ты можешь уже куда-то ехать садишься на поезд едешь останавливаешься где-то так как у нас уже много друзей и знакомых о которых я тоже рассказывал останавливаешься у каких-то знакомых у родственников и у тебя суббота воскресенье два свободных дня для того чтобы погулять по городу то есть мы останавливались гуляли в субботу полностью весь день воскресенье где-то до обеда или там в зависимости от города может ближе к вечеру в итоге садишься на поезд и возвращаешься назад за счет этого мы практически ни одни выходные не провели дома и при этом не сказать что мы потратили много денег то есть что составляет вообще стоимость путешествия первая самая большая затратная часть это дорога в плане проезд но у нас вопрос был легко решен я уже сказал проживание в гостиницах стоит прилично денег но за счет того что мы останавливались у друзей и у родственников этот вопрос у нас был просто бесплатный вот ну и приличная сумма денег составляет что-то покушать но когда ты кушаешь в ресторане да это накладно но если где-то что-то перекусить на улице либо с собой взять какие-то бутерброды то в принципе все это путешествие обходится достаточно дешево главное что было желание поэтому когда я слышу эти истории о том что вот у нас денег не хватает на путешествия люди зачастую по словам путешествия понимают именно поездку куда-нибудь не знаю в Турцию либо еще куда-нибудь на который нужно потратить тысячу-две тысячи долларов евро то есть для кого-то это путешествие а все что съездить на пару дней не путешествие так вот у меня совершенно другой подход и для нас съездить вот так на выходные это гораздо больше и интереснее где-то погулять по городам то есть мы с женой не любители полежать на пляже и за все это время мы вообще за всю жизнь мы особо не лежали на пляже ну даже когда мы выбирались куда-то на море она там могла полежать день-два а я тот человек который приезжая на море из десяти дней на пляже может лежать в сумме 15 минут поэтому для меня было интереснее попутешествовать и в общем-то мы чем в Европе и занимаемся тем что при каждом удобном случае мы куда-то выезжаем еще много читал комментариев на тему того что да подождите это пока вы вдвоем будете с ребенком с ребенком так не поездишь и так далее вот тут тоже как бы это все на мой взгляд отмазки людей которые просто пытаются найти оправдание себе причем оправдание реально перед собой что они не хотят путешествовать им стыдно в этом признаться вот то есть если они скажут что мы не любим путешествовать их захейтят скажут что ну так не бывает типа вы что дураки что ли вот поэтому они начинают находить оправдание что у них работа у них семья у них куча дел у них дети все остальное вот у нас родился малыш ему на данный момент три с половиной месяца он уже посетил три страны и ну с десяток городов Германии точно как бы не больше надо посчитать я уже сбился со счету сколько городов Германии посетил наш малыш за три с половиной месяца своей жизни начиная с рождения в общем о чем это я было бы желание а возможность в Европе путешествовать есть и за эти два года в Германии мы посетили вот как я уже сказал где-то под сотню городов разных в каких-то городах мы были и не раз если мы говорим про Германию посетили огромное количество каких-то замков опять же большинство замков посещается просто бесплатно то есть даже не всегда нужно идти внутрь и платить какие-то деньги вся красота замков чаще всего либо снаружи либо где-то во дворе и так далее чтобы увидеть сам замок также посещали какие-то музеи какие-то достопримечательности в общем очень большой список сейчас тоже на этом не буду зацикливаться наверное под новый год сделаю итоговое видео с картой с тем где мы были и что мы посещали может быть будет интересно ну помимо Германии за эти два года мы также успели съездить благо находимся в Европе и тут все рядышком мы съездили в Чехию Австрию Словению Швейцарию Лихтенштейн съездили в Италию немножечко зацепили Францию и даже были в Монако вопрос который я начал этот ролик собираемся ли мы вернуться в Казахстан и да могу сказать что мы собираемся в Казахстан но только на три недели потому что хочется посетить наших друзей и родственников посетить родителей которых мы всех не видели два года также познакомить нашего малыша с бабушками дедушками дядями тетями и так далее поэтому мы решили что под новый год мы обязательно съездим в Казахстан уже даже взяли билеты но я думаю что на эту тему я потом запишу отдельный ролик и даже может быть сделаю несколько роликов из Казахстана чтобы показать то как мы жили в Казахстане вообще напишите в комментариях интересно ли было увидеть и что вам интересно увидеть из Казахстана потому что этот канал я начал с того момента когда мы уже переехали в Германию и тут все было о том как мы живем в Германии но нет никакой информации у меня на канале о том как мы жили в Казахстане я не раз уже рассказывал про нашу студию в Караганде какая она интересная, замечательная и так далее в общем если интересно напишите в комментариях я тогда когда поеду сделаю прям несколько роликов расскажу о Казахстане может кому-то будет интересно покажу Казахстан нынешний современный потому что тоже много разговоров в комментариях о том что там сейчас все по-другому там лучше, там хуже в общем развею все сомнения покажу реальную жизнь в Казахстане как там все устроено в чем там есть плюсы и в чем минусы расскажу что мне нравится в Казахстане расскажу что мне не нравится в Казахстане в общем-то и покажу в общем-то там где мы жили там где мы работали и как это представляло в общем пишите в комментариях кому интересно я думаю что сделаю скажем так в зависимости от того сколько будет комментариев я буду решать запихать все это в один ролик или сделать прям несколько ну и в конце ролика давайте сделаю вывод то есть нужно как-то подвести черту и рассказать свои впечатления о этих двух годах жизни в Германии хоть мне из первого дня буквально все говорили в один голос что у меня розовые очки что ты здесь поживешь а потом узнаешь как здесь ужасно печально как загнивает Европа что все отсюда валят и все остальное а я вот ничего не понимаю ничего не вижу знаете у меня сейчас сложилось впечатление что чем дольше ты живешь в Германии и тем более когда ты интегрируешься и у тебя отпадают проблемы с языком отпадают проблемы финансовые то есть ты себе можешь уже начинать позволить гораздо больше чем мог позволить до этого эти розовые очки не разбиваются а становятся более розовыми что ли наверное так можно сказать потому что мне изначально нравилось в Германии но вот сейчас после того как я вкусил уже нормальной жизни в плане более комфортной когда я не испытываю стресс просто пойдя в магазин когда у меня нет проблем что-то спросить что-то узнать и я не напрягаюсь на эту тему и не лезу каждый раз в переводчик когда я могу себе позволить уже что-то купить больше чем мог позволить себе купить на пособие мне кажется что жизнь заиграла новыми красками и здесь жить гораздо комфортнее чем я даже предполагал во время переезда то есть мне сейчас стало гораздо комфортнее гораздо интересней гораздо проще и мне кажется Германия гораздо круче чем даже я думал два года назад когда переехал сейчас наверное по любому кто-то напишет что да ты не понимаешь ты не знаешь вот мне интересно чего же я до сих пор так понять не могу и что же я должен осознать я сколько раз мне писали это в комментариях ты это поймешь когда проживешь здесь 10-20-30 лет и так далее вот мне любопытно и никто мне не дал однозначно на этот ответ может быть у вас получится сейчас но пока что за два года жизни здесь мне так никто не смог ответить на вопрос в чем я должен разочароваться что я такого должен узнать спустя того как я проживу здесь энное количество лет что мне то что сейчас мне нравится должно перестать нравиться кто-то говорил что тут налоги космические еще что-то так вот я вначале уже сказал что я прошел прямо специальное обучение по этой теме и в этой теме ничего секретного для меня нет я прекрасно понимаю как все считается до последней копейки в каком случае каким образом поэтому говорить сейчас писать о том что начнешь платить много налогов поймешь как здесь хреново так этого не случится понимаете что я хочу платить много налогов как бы это было ни странно и хотя многие говорят вот все переезжают ради пособий еще чего-то я вот как раз таки сторонник того что я хочу платить много налогов потому что чем больше я буду платить налогов соответственно тем больше у меня будет зарплата соответственно если я плачу мало налогов значит у меня низкая зарплата если я буду платить много налогов значит у меня будет высокая зарплата Так вот, возвращаясь к вопросу, расскажите мне, что же такого я узнаю через 5-10-20 лет, чтобы я понял, что Германия какая-то не такая и что здесь плохо. Потому что пока что на данный момент я вижу совершенно обратную картинку. Когда мы только переехали, мне тоже все писали о том, что Германия не та, зачем вы сюда едете, здесь уже не так, как было в 90-х и так далее и тому подобное. Так вот, здесь два интересных момента. Первый интересный момент заключается в том, что я много разговаривал с теми людьми, которые переехали 10-20-30 лет назад. И знаете, к какому интересному выводу я пришел? А к тому, что тогда было не легче, тогда было все сложнее. И я уж не знаю, с какой целью, ну я так скажем, предполагаю, что все это из-за зависти, конечно, но сейчас стало в Германии гораздо лучше, чем было тогда. Давайте объясню, в чем разница. Ну, допустим, если будем говорить с точки зрения тех, кто сейчас переезжает, то раньше все жили в какой-то одной комнатке всей семьей, в каких-то не очень хороших условиях, жили месяцами, а то и годами. У меня просто, допустим, дядя, они переехали, они вот в одной комнатке вчетвером жили больше года, я точно знаю. Как-то там ютились и так далее. Сейчас условия совершенно другие, ты приезжаешь гораздо комфортнее. Да, где-то кому-то, может, не повезло, там попали в какой-то неудачный хайм, еще что-то. Но в большинстве своем люди переезжают и заселяются в хаймы семейного типа, в какие-то комфортные условия и так далее. Быстренько находят квартиры, если что. По крайней мере, если раньше это занимало годы, вот те, кто переехал давно, напишите, сколько времени вы прожили в каких-то общежитиях, либо в каких-то таких общих хаймах до того момента, когда вы нашли свое жилье. Вот среди моих знакомых, которые переехали за последние два года, люди даже, кто жили в хаймах, зачастую там прожили от одного до трех, четырех, пяти месяцев максимум. Дальше люди находят уже жилье и переезжают, живут уже в своем жилье, то есть государство оплачивает жилье. Также гораздо быстрее делаются документы. Мой дворный брат был в шоке, когда узнал, что после переезда он нам помогал переехать из Фридланда в первое место, куда нас распределили. И он был в шоке, когда узнал, что мы уже буквально через месяц получим паспорта. Говорит, мы в свое время ждали гораздо дольше получения паспорта, сейчас это стало гораздо проще. Также те, кто приезжали в 90-е, они все говорили о том, что курсы были где-то в среднем полгода. То есть тогда еще не было системы вот этой А1, А2, АБ1, АБ2, были просто языковые курсы, шпрахи. Они длились в среднем полгода и после этого выгоняли на работу. Сейчас есть возможность учиться дольше, пройти эти все курсы. Дальше при желании можно даже пойти на С1 и так далее. То есть в этом плане стало тоже значительно легче. И отсюда опять же я делаю вывод, что зачастую все упреки в эту сторону идут из-за того, что у людей таких возможностей не было. И именно поэтому люди отправляют тех, кто сейчас переезжают на работу, потому что они сами не могли себе другому позволить. И хотят, чтобы все, кто сейчас переезжают, так же мучились, как они. А то слишком, блин, хорошо получается. Ну и в те времена не было различных онлайн-переводчиков и вообще интернета для того, чтобы узнать какую-то информацию. Сейчас стало гораздо проще. Ты, во-первых, за счет того, что слушаешь вот такие ролики, которые говорят разные блогеры. Можешь почитать информацию в телеграм-каналах, можешь почитать на сайтах. Информации сейчас стало гораздо больше, чем было раньше. Соответственно, вообще процесс переезда легче интеграции. Плюс есть всякие онлайн-переводчики. Если что-то вдруг не так, ты можешь загнать быстренько в переводчик и показать перевод. А также очень удобно там быстренько читать первое время какие-то документы, пока ты вообще не понимаешь языка. Просто навел камеру телефона, одну кнопку, и он тебе все перевел. Сколько времени вам приходилось, тех, кто переезжал в 90-е, раньше, чтобы перевести какой-нибудь документ с того же джоб-центра либо подобной организации, чтобы понять, что от вас вообще хотят. Сейчас это занимает реально секунды. Поэтому я делаю вывод, что, в принципе, раньше было нифига не легче. Было гораздо сложнее. Единственный момент, наверное, в чем было раньше проще, это все-таки в строительстве недвижимости, в покупке квартир, домов и так далее, цены были ниже. Тут я, наверное, соглашусь, да, так и есть. И тогда это было проще. Но если у вас единственная цель в жизни и переезда в Германию было обзавестись своим жильем, ну, наверное, для вас это важно. Для меня, допустим, я уже не раз это говорил, и у меня даже отдельный ролик на канале был здесь наверху, и в описании тоже добавлю ссылочку, что я считаю, что на данный момент при нынешних ценах на жилье в аренде жить выгоднее, чем в ипотеку покупать жилье в принципе. То есть, да, тогда и под тем роликом, и вообще, но тем было много разговоров, да, ты не понимаешь, ты не считаешь, я считал. И каждый из вас, кто писал эти комментарии, он писал в своей колокольне, что да, на тот момент, когда кто-то из вас там переезжал в 90-е, было, в принципе, выгодно строить жилье, либо покупать в ипотеку, и ты что платишь за аренду, что за ипотеку, цена была одинаковой, и поэтому было удобнее платить за свое. Ну, учитывая особенности нынешней ситуации, получается так, что на данный момент жить в аренде дешевле, чем за такую же квартиру платить ипотеку. Ипотека в итоге выходит значительно дороже, соответственно, не очень выгодно. Ну, в общем, я сейчас не буду подробно на этом останавливаться. Если кому интересно, посмотрите мой тот ролик, не буду его полностью повторять. По крайней мере, реально жилье – это, на мой взгляд, единственное, что раньше было сильно проще, а сейчас стало сложнее. Но я думаю, что это нерешающий момент, и сложно говорить о том, что все, вся жизнь в Германии стала плохая только потому, что вы не можете купить себе дом или квартиру. И буквально заключительный момент. Когда я только приехал и слышал эти все разговоры о том, что все в Германии летит в тартарары, все ухудшается, раньше было лучше, сейчас становится хуже, и дальше Европа загнется, и все печально. Я отвечал таким образом, что, на мой взгляд, когда мы приехали, мы реально приехали в тяжелое время. Был карантин, были все эти сложности, потом началась война, цены подскочили, инфляция и все остальное. Мы приехали в очень тяжелое время. Но, на мой взгляд, я об этом уже не раз говорил, сейчас повторюсь, нам будет легче жить, потому что мы приехали в самый тяжелый период, а дальше будет проще. И, опять же, если раньше это были просто мои голословные заявления, то на данный момент я уже вижу, насколько стало проще. Во-первых, закончился карантин, о котором все говорили, что он будет с нами до конца жизни. Но сейчас уже прошло не так много времени, а про маски уже никто и не вспоминает. Также говорили без инфляции. Да, в прошлом году на фоне войны инфляция в Германии стегала 20%. Но на данный момент, вот свежая информация, инфляция в Германии падает, и на данный момент она уже меньше 5%. Да, еще не до конца, но вроде как уже в следующем году прогноз такой, что она вернется на прежний уровень, 2-3% в год. Так что и в этом плане становится лучше. Да, все это может быть слова, но давайте возьмем такой конкретный пример, как топливо. Я буду говорить на примере дизеля, потому что у меня машина дизельная, и я хорошо помню, мне легко сравнивать. Допустим, я когда-то купил машину 2 года назад, первый раз заправлялся я по цене 1 евро 60 центов. На данный момент прошло 2 года, и буквально вчера я заправлялся по цене 1 евро 74 цента. То есть, если мы уберем из расчета те скачки, которые были в прошлом году, что цена переваливала далеко за 2 евро, и даже достигала ценника 2,35, а возьмем ценник на тот момент, когда мы переехали, его сейчас, то есть, за 2 года увеличение составило, ну, будем говорить, грубо 10%. То есть, топливо подорожало на 14 центов всего лишь, и, на мой взгляд, это неплохо. Ну, и, соответственно, по всем остальным факторам, я тоже думаю, что с каждым годом все будет лучше. Сейчас уже пошла информация и новость о том, что правительство взялось за миграционную практику. На эту тему тоже было много различных негативных комментариев от разных комментаторов, что вот с мигрантами проблема и так далее. Вот буквально свежие новости. Правительство активно начало с этим вопросом бороться и решать как-то эти моменты. Поэтому я так предполагаю, что ближайшие тоже, там, это не одномоментно будет сделано, но ближайшие, там, год, два, три, четыре в этом вопросе тоже станет значительно легче. В общем, чего бы я ни касался, я за два года жизни в Германии вижу, что в Германии становится, по крайней мере, для меня жить лучше. Мы переехали из Казахстана в Германию два года назад, и мы ни капельки об этом не жалеем. Нас все устраивает, нам здесь все нравится, и возвращаться в Казахстан мы не собираемся. Наш уровень жизни уже подрос, ну, был провал на момент переезда, это понятно, это нормально, но, тем не менее, уровень окружения, красоты вокруг и всего остального несравнимо выше. Вот, я думаю, что на тему плюсов-минусов этот ролик и так уже получился достаточно длинным. Я сделаю отдельный ролик, где все это дело расскажу уже свои впечатления спустя два года. Вот, но однозначно мы сделали правильное решение, нам очень нравится в Германии, и сейчас, когда мы уходим в способия и начинаем активно сами работать, перед нами открываются огромные перспективы. Спасибо большое за просмотр, не забудьте поставить лайк, написать комментарий, если вы раньше этого не сделали, обязательно подпишитесь на канал и до встречи в следующих видео. Всем пока!